Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по игре в Ройго. Трэго! А мне семечек! А мне! Братва, зацените! Помойка кормит! Досмотрите это видео до конца, потому что в этом видео будет анонс новогоднего розыгрыша. Это самый легендарный розыгрыш на моем канале, где я буду разыгрывать 13-й айфон, новый запечатанный. Вот такие вот футболки в количестве 10 штук, топовые стикеры с помоечкой вот такие, еще кучу всего, кучу электроники, кучу топовых подарков. Я очень сильно старался, даже сейчас на часах 19.30, 31 число, а я вместо того, чтобы помогать на кухне, делать уборку дома, сижу и доделываю видос. Потому что я очень долго ждал футболки и старался для вас. Досмотрите, пожалуйста, до конца. И подниму этот бокал, ребятушечки, за новый год и за ушедший старый. Желаю вам всего в новом году хорошего, побольше денег и побольше позитивных ощущений и жизненной энергии. Максимальное количество мотивации в достижении ваших результатов. Ну, тут надо залазить однозначно. Помоечка сытненькая. О, коробка от PlayStation 4. Блин, найти бы ее, видимо, никогда ее не найду. PlayStation. Опа, здесь что-то есть. Документы. Опа, коробка от роутера. Mi Rooter 4A. От хуяоми. Кроссовочки. Ух ты. Да ну, Calvin Klein. Оригинал. Блин, качество хорошее. Может, оригинал. Ребят, это точно оригинал. Сто процентов по качеству видно, что это Ариг. А, ну вот, Бирка. Сорок третий. Да, короче, возьмем. Ну, похоже на оригинал, не знаю. Может, и паль, конечно. Ну, качество хорошее. Ладно. Все равно они продадутся за копейки. А лучше я их Коле подгоню. Нифига себе, кормилица как завалена. А что их не вывозят? Я не понимаю. Ребят, сегодня будний день. Обычно на выходных днях такое происходит. О, пакет от часов Ориент. Пакет с говном там. О, Лапоть Делерт. Делерт фирма. А что это такой походный типа лапоть? Носочки в комплекте. Ну, все по красоте. Там пятки разорваны. Ну, может, их и купят, конечно. Размер сорок третий. Ну, они так-то целые. Я думаю, на продажу их надо взять. А пятки это под теплый носок. Ничего мозоли натирать не будет. О, кегля накачанная пивная. Ой-ой-ой. Она почти полная. Она с пивом. Она тяжелая. Ребят, кега пивная наполовину полная. Ой-ой-ой. Она начала пениться. Она может сейчас так взорваться. Не очень большое давление. Внутри я даже боюсь, короче, к ней подходить. Вот этикетка. Там, наверное, пиво просроченное какое-то. Там Аусмейс. Висебир. Аусмейс. Какое-то пиво. Аусмейс. Дата разлива 28-08. Срок годности просрочено было 28-го числа, 8-го месяца. Сейчас уже 12-й месяц. Охренеть, ребят. Пол бутылки. И там она сейчас, она так накачана, жесть. Если ее вот так вот побультихать, она нахер взорвется. У меня контузия будет. Потому что взрывается не очень сильно. Охренеть, какая сумочка. Это нам сейчас находки складывать целые. Вот тут вроде что-то есть. Вот какая-то обувь. О, вот это сапожки теплые. Уги. Сейчас могут купить такое. О, нью-белансы. Вот это уже кайф. А, это пальцы рынка. А эти, наверное, тоже с рынка. Ну, конечно. Паленые. Даже брать не буду. Пластыри для пальцев запечатанные. Ну, как бы не запечатанные, но их много новых. Мозоли там натрутся, порез если. Джинсички. О, новые. Прикинь, вот бирка была. Все реально новые. Да. Эти тоже новые. Но они какие-то мокрые. Ребят, Томми Хилфигер. Томми Хилфигер. Ну, это, наверное, с рынка паленые они. Не-не, это точно паль. Новые джинсы, ребят. Берем. Новый китайский бинокль. Жесть. Капец он дерьмовый. Но он что-то увеличивает, но очень плохо. Не, шляпа полная. Я как-то находил охотничий бинокль. Кто-то давно меня смотрит. Да это видно, что шляпа очень дешевый бинокль. Ммм, бакенбарды какие. Путешествие по городам героям. Советская игра. 1981 год. Один рубль семьдесят пять копеек стоило. Нифига себе. Ну, это надо на барахолку брать. Вон всякие карточки. А, это вот так раскладываются. Тут всякие карточки разлаживать можно, раскладывать. Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Киев, Волгоград, Тула, Врестская крепость, Москва, Ленинград. Видите? Это все города-герои. А это гантели, кстати, в которые вода заливается. Можно заниматься. Представляете, ребят, какая прикольная тема. Ребят, думал тут ничего нет. Не стал снимать. Но разорвал пакет и увидел вот такую вот черную мохнатку. Это какой-то супер бюджетный парик черного цвета. Он из лески как будто сделан. Вообще некачественный. Но мне он пригодится. И тут я смотрю еще много всякой вот косметики различной. Сейчас буду проверять. Супер контик. Так, ребят, целый супер контик. Это же вкусняшка запечатанный. О, а это вентиль на батарею прикручивается, регулятор. Но он, наверное, не рабочий. Но на рынок забрать можно. Вынос из хаты, да, новогодний. Сейчас, надеюсь, скоро вот Новый год же на носу. И надеюсь, что будут выкидывать это из квартиры-то уборку делать. Так, ну что тут парик? О, браслет какой-то бижутерский. Это на руку цеплять. Или на шею. Думаю, это брать нет смысла. А вот контичек, вот это интересно. Думаю, будет вкусно. Опа! Что-то выпало. О, нихрена себе, ребят. Какие-то болты и шестигранник. А, это болты для крепления этого кронштейна. Для монитора, видимо. Офигеть, новые USB-шечка для андроида. Двухсторонние, офигеть. Таких я еще не видел. Охренеть, как это так? Ладно, возьму. Что тут еще есть? О, еще какой-то провод. Переходник какой-то новый. Новый галстук, ребят, с биркой. Благотворительный магазин Лепта. Спасибо за ваш вклад в доброе дело. Рауль в салон коллекцион. Галстук новый. Дима, откуда галстук? Из Лепты, прикинь. Новый. О, смотри. Легенды нашей победы. А тут монеты были, но их нет уже. Охренеть. И такое вот выкидывают в помойку, ребят. Мотоциклист за рулем. Смотри, наклейка. Тебе пригодится. Ты же мотоциклист. Опа. Кормилица. О, это же дверь с подъезда. Подъездная дверь поломанная. О, в пакете что-то есть. Охренеть. Это же крепление для телефона. А вообще, это же кронштейн для этого. Для лампы или микрофона. А его переделали и сделали в крепление для телефона. Это прикольно. Это можно дома прицепить к ней телефон и вести какие-то стримы на телефоне. Капец, здесь свалка. Реально свалка. Просто свалка. Жесть, ребят. Ну посмотрите на вот это. Это как так вообще? Гиодка, прикинь. Светодиодные охренеть. Реально. Светодиодные фары. Может это вот от таких фонарей. Вот коробка от фар этих. Вот она. Смотри, они могут еще разными цветами светить. Это для аквариумов. Ребят, это вот аквариум огромный. Вот эти лампы. Они в него вставляются и подсвечивают воду. Для бассейнов, да. Ну аквариум. Я даун просто. Это бассейн, да. О, еще. Там, наверное, еще фары. Да, да, да. А есть там инструкция? Это, наверное, другим цветом светит. Вот инструкция охренеть. Вот еще фара. Если рабочие в гараже цепануть, и будут вообще светить очень ярко. Вот это топ находка. Топчик, ребят. Вообще обалденно. Огурцы это для геморроя лечить. Миллисометров куда-то не улетел. Такая бога о шарыюбской теории. Мне, кстати, понадобится, наверное. У меня аж геморрой. Прикинь, первой стадии. В больнице сказали, что геморрой у меня. Но я не буду огурцами лечить, а лучше нормальными средствами. Опти Макс Проф. Концентрирование средства для дезинфекции. Опа. И дезик. Там процентов 40 осталось. Здесь китайские палочки. Это китайская помоечка, наверное. Что это? Это кабачок. Что он усталший такой? Он устал, ребят. Кабачок устал. Охренеть. Вот еще один кабачок. Ты видел хоть раз такое? Штребух, привет. Ох ты. Привет. Если ты здравствуешься со мной, то здравствуй. Оу, ес, кормилица. Порадуй меня хотя бы ты. То что-то вообще ничего не могу найти. Что там? Звезда. Звезда, ребят. Тупо звезда. Сегодня это самая топовая находка на помойках. Шучу. Да, провод с него я выдерну. Сюда. Вот эту шляпу. Я вот зол на такие находки. Я просто когда вот такое нахожу, я нахер злюсь. Это меня вообще не радует. Проводок вот этот. Ай-яй. Вот утюг ебучий. В смысле? Ты что дерешься со мной-то, падла? Да, ребят. Утюги мне с дачи еще не давали. Стоит черное красивое. Ящички металлические. Это из Икеи. Обалденные. Это что-то хранит в них. Они разборные, кстати. Они разборные. Их можно разобрать и убрать. Ребят, вы видели хоть раз такое? Это что-то типа мини-сейфа или что? Наверное, для документов. Полочки какие-то. Если тут такие ящички стоят, тут, наверное, в помоечке вынос хаты находятся. Вот может в черных пакетах. Вон, да. Какие-то вещи. Вон. Переноска для окошки или собаки на колесиках. Короче, я запрыгиваю. О, что это такое? Вещи. Цветорок униклют. Это можно на продажу взять. Сумка какая-то. О, это шоппер. Круглая. Смотрите, какая сумка. Но она очень удобная. Переноска целая и классная. А, нет, она вот тут поломана. В принципе, это не критично, но она очень удобная. Ее можно и на плечо повесить. Сюда кошака. Это цинк, видно. Видно по нему, что он дешевка. Как там квартиру затопило. А если дома никого не было? Ребят, не покупайте дешевые смесители. Так тут еще дыра одна. Две дыры здесь. То есть вы ушли на работу, приходите. А у вас просто потоп в квартире. Потому что вот такой дешевый смеситель, его просто, видите, проело. И он рванул. И это, кстати, видите, на горячей воде дырка образовалась. Короче, если будет у вас такой смеситель, не удивляйтесь, если у вас в квартире будет потоп. И вы попадете на такие бабки, что вы охренеете. Потому что если квартиру затопит еще и соседи, это и соседям ремонт делать, и себе. Это 1500 вы влетите, как минимум, с таким смесителем. Поэтому запомните, скупой платит дважды. А бывает и трижды. Помоечка сытная. Охренеть, ребят. Кто-то себе PlayStation 5 покупал. Она стоит, блин, по 100 тысяч рублей. Опа. Вот там черный пакет огромный лежит. И там какая-то техника выпирает. Магнитофон или я не знаю, что это. Ребят, охренеть. Что это такое? Обалдеть, ребят. Но я такого ни разу в жизни не находил. Худро шоэ друэр. Может это одежду сушить или что? Или носки? Или обувь? Скорее всего, эти штуки в обувь вставляются и обувь сушится таким образом. Сушилка для обуви, типа. Ну, это круто. О, актуальная сейчас находка. Обогреватель. Целенький. Прокладочка женская. Новая. О, ни хера себе. Рюкзак с деньгами. Два рубля. Забираю. Там еще денег. Ребят, еще деньги. Ля. Жувачки. Деньги. Сколько там? Два у меня в кармане. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять рублей нашел. Неплохо, неплохо. Помоечка дарит кэшбэк. Вот еще рубчик. Два рубчика. О, ни фига себе. Ребятки. Посмотрите, какие бутсы. Вообще неплохие. Взять можно. Целенькие вроде. Только вот тут чуть потертые. Но это ничего страшного. О, еще рубль. Обалдеть. Еще рубль. О, еще бытовая электроника. Утюг. Ушатанный. Не, его не купят. Провод на медь надо вырвать. Колготочки у меня покупают. Четыре рубля. Возьму новое мыло. Ого, что тут? Много электроники что ли? Какие-то детальки. Это детали какие-то, из которых можно собрать, видимо, вот такого вот робота. И тут инструкция есть. Естественно, все тут в комплекте. Обалдеть. Смотрите, ребят. Кто-то на 3D принтере делал детали. Видите, что происходит сейчас? Можно на 3D принтере делать что-то такое. А вот это уже прикольнее, ребят. Тупо набор со всякими платами, с резисторами, всякими лампочками. Это же плата какая-то, наверное, программировать ее можно. Ардуины там всякие, не знаю, как оно называется. Но, скорее всего, да. Обалдеть, ребят. Тупо набор целый, из которого можно что-то сконструировать. Опа. Сколько пакетов. И везде что-то можно найти. И избишечка шляпная. Пицца. С ресторана. А, тут засохло оно. Или замерзло. Гриль вино, хачапури, ресторан. Бомжам. Опа. В черном пакете что-то есть ценное, ребят. Ого-го. Ого-го. Что там у тебя, Колян? Ничего? У него голяк. А у меня вынос с хаты. Ура. Ура, побегаем. Здесь какой-то пледик. Возможно, с клопами он. Пледик мне не надо. У меня есть дома два пледика с помоечки. А вот здесь много всего интересного. О, коробка от Гоупрошки. Кто-то себе девятую Гоупро покупал. Обалдеть. Видеоблогер, походу, какой-то выкинул. Так, какой-то свиток. Женский. Может, кстати, эта девушка выкинула. Смотрите, Веда. Тайный Восток. Отложу пока. Блокнотик такой. А, это вот курсовая какая-то, походу. Салат берлинский, желтый. Нежный, сладкий, мяслянистый. Салат. Это я выращивать не буду. О, кроссы убитые. Жесть. Асиксы, кстати. Асикс фирма хорошая. Ну, смотрятся они неплохо, но уже убитые. Так, рюкзачок. Тоже ушатанный. Еще рюкзак. Карманок главное проверить. Шляпетки. Опа. Че тут? О, это свечки. Ребят, новые свечки. Их очень много. Романтик устраивать. Романтические свечи. Целый пакет. И пахнут они очень приятно. Это я домой заберу. Помоечка мне дарит романтику. Солипот. Лайкопластырь мозольный. О, прикольно. Лайкопластыри есть. Пригодятся мне. Если мозоль натру, беру. Солидол этот. Так, селфи-палка поломанная. О, рюкзак. Вот такой, Adidas. Это я сейчас возьму. Кальку дам. Это что-то находки складывать. Конечно, пакет интересный, но... О, нихера себе. Ребят, это хуяоми. Ребят, хуяоми. Mi-i. Бренд Mi-i. Это Redmi 4X вроде. Или что-то такое. Хуяоми. Чехол, правда, не от него. Он битый. Но я помню, как-то раз два таких нашел в одном пакете. Ну, тут не два, один хотя бы. Ну, нормально. Продать его можно будет где-то за тысячу рублей. Обалдеть. Я не ожидал здесь телефон увидеть, ребят. Вообще никак не ожидал. Вот от него, кстати, чехол. Ну да, вот от него чехол. Точно. Сто процентов. Фотки. Прокладочка. Вот где-то на этой фотке бывшая владелица этого Mi-i. Телефона. Хуяоми. Ключи какие-то. Может, от сейфа где деньги лежат. USB-шечка. О, для андроида. От фирмы Белкин. Она, кстати, как новая. Это ж для этого телефона подойдет. Есть. О, и пауэрбанк, ребят. Капец. Это я сейчас его прям проверю. И пауэрбанк, и телефон. Я буду в шоке, если он включится от этого пауэрбанка. Так, ну, ничего тут не светится. Никакой индикации нет. Подержим, проверим. О, а это ж чётки. Ребят, чётки ауф. Это чётки ауф. Ребятки, помойка кормит и дарит связь. Если не накормит помойка, то дарит она гаджеты. Электронику. Обалдеть. Чётки давно хотел найти. Тут ещё телефон. А, нет, это пауэрбанк. Пауэрбанк весь в снегу. Этот пауэрбанк уже получше, чем вот этот белый. Чё-то нажал, ничего не светится. Наверное, сдохший, в смысле, севший полностью. Ну, неплохо. Два пауэрбанка, мобильник. Чёткий. Теперь я чёткий, ребят. Помойка дарит чёткость и связь. Зачем мне солнце, Монако? Я живу, скажи мне. У нас антропеда. Здесь свой гляд светит ярко. Даже мысли с тобой нет. Где мне солнце, Монако? Ну, ребятки, рыбитушечки. Телефон поставил на зарядке. Это я напоминаю вам. Хуяоми это бренд. Он, к сожалению, на графическом ключе. И, кстати, сенсор работает. Да ну нахер! Ребят, тупо изи, изи. Я просто, ну, профессионал по отгадыванию этих пин-кодов. Ребят, нихера себе тут сколько фоток. Вот это, наверное, бывший владелец этого телефона. Он тут какой-то бойлер фоткал для воды. Наверное, он его продавал где-то в интернете. Какие-то видосы. А нет, тут нифига, дофига всяких фоток. Я надеюсь, тут интима никакого я не увижу. Собачка, вот какая-то девушка с собакой. Это, наверное, его жена. Ну, спасибо, конечно, за телефончик вам. Обалдеть, сколько тут всяких фоточек, ребята. Сколько всего интересного, заберу домой этот телефончик. Буду всё смотреть. Ребятушечки. Обалдеть, сколько там фоток, ребят. Там всякие данные могут быть. Но мне это, конечно, не надо. Я так-то не особо люблю в чужую жизнь влазить. Но просто интересно так чекнуть чуть-чуть немножечко. Обалдеть, здесь очень много фотографий. Прям до хрена. Ещё с 17-го года они тут. А, это в Москву ездили эти хозяева телефона. Фотки с пляжа тут. Всякие приложения. Инстаграм есть. Мой Теле 2. Достоевский. Всякие Яндекс.Браузеры. СМСки. В СМСки не буду заходить уже. Это прям супер личное. Но, ребят, круто. Телефончик с помоечки рабочий. Я ещё графический код отгадал. Но он просто максимально простой. Я когда себе графические ключи делал, тоже похожий у меня был. Поэтому я так легко отгадал. Он супер простой. Такой телефончик, я думаю, продать получится 1000 за полторы. Помоечка радует. Ребятки. На прошлой помоечке Коля нашёл вот такие вот ножнички. И дал мне, говорит, режь пакеты ими. Ну, сейчас попробуем порезать. Как порезать-то? Вот так получается. Вот так вот. Ну, нет, неудобно. Они очень маленькие. Всё. Оу, щит. Да, ну, тут уже можно гвозди забивать. Давай бомжам оставим. Это пригодится им погрызть. Сухарики мясные. О, ребятки. Это же фьюзи мэджик. Обалдеть. Тут ещё тайп-си зарядка есть. Это ж с картриджем и сменными. Ребят, обалдеть. Нихера себе Коля тут еды нашёл. Обалдеть. Ну, она, наверное, уже тухлая. Да, ну, это старая точно. Ну, вот это я забираю. Я буду сам её парить. Просто картридж надо только другой купить и всё. Обалденная одноразка вот такая. Это VIP одноразка. Самая лучшая. Сыроковые массы. Творожная масса с кузюмом, ребят. И творог Александров. 5 процентов. До 6... Да, до 06-го, 12-го. Охренеть. Ты чё, магазин там ограбил? Ребят. Нихера себе он там жратвы таскает. Бургеры. Спасибо. Не, ну, слушай. Это Достоевский. Это бургер вот. Обалдеть, ребят. По-моему, как кормит и балует. Это всё на Новый год. А вот эти сырки очень дорогие. Они по 60 или 50 рублей в магазине. Бью Александров. Какой у него срок годности? До 7-го числа. Ничего ему не будет. Это я заберу, съем. До 7-го числа. Я это решил взять и съесть, потому что они очень дорогие, эти сырки. И я их вообще очень редко беру, только когда хочу шикануть и как бы насладиться вкусом. Колготочки, ребят. По 20 рублей у меня их покупают. Смотрите. Две пары их, короче. Третья. Три пары колготочек, ребятки. Чулочки это по 10 рублей за комплект берут. Ребят, сейчас вот здесь было найдено вот это печенье. Обалденное. Оно очень вкусное. Оно с кунжутиками. Сейчас пробую его. Очень вкусно. Коль, иди пробовать. Ого. Слушай, ну нифига ты фартовый. И чайник с подставкой. И фен. Обалденно. Это на рынке можно продать. По 50 рублей. Угощайся, Коль. Печенье это очень вкусное, ребят. Всем советую. Ну, конечно, не из помоечки, а из магазина. Но нам с помоечки это доктор прописал нам. Ну, как вкусно. Что ты делаешь? Ем. Что такое? Она с землей, блядь. С землей? С землей не чувствуешь? Нет. А, может его из-за этого выкинули? Ну, где-то упало, его с пола сошкребли и в коробку убрали. Но я пока земли не чувствую. Ну, земля это, что, родина мать, это силушка. Это земельку съесть, это силы только прибавиться. Ну, и пару глистов. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Вот мне есть, что я делаю. Вот это кормилица, она неплохая. Я тут нетбук нашел последний раз. Что это такое? Это, знаешь, автомобильная эта подушка, подголовник. О, что это за плакаты? Здоровый образ жизни. Наше здоровье на 50 обусловлено нашим образом жизни. Ну, да, так-то. Пакет со цветком. Цветок прикольный. Куда полез ты? А я? А я? Темпо, темпо. Стоп, это дай-ка пакет этот. А ничего, серьезно? Ребят, жесть. Это бумажный пакет подарочный из ленты. Представляете? Если у вас будет день рождения и вам подарок принесут, то вот в таком подарочном пакете из ленты. Я первый раз такое вижу. Лента удивляет. Опа. Сюда. О, ни хера себе. Кофеварка. Борг. Ребят, фирма Борг, она очень дорогая. Только тут не хватает штуки. Вот сюда вставляется. Обалдеть, кофеварка Борг, ребят. Металлическая вообще со всех сторон. О, это капсула для воды, наверное, да. Кофеварочка, ребятки. Так, только детали там одной не хватает. Интересно, ее купят вообще. Вот тут нет в комплекте вот штуки, которая сюда вот так вставляется. Борг, это капец, фирма дорогая. Вот сюда кофе засыпается. Она во льду вообще, она мокрая была, где-то валялась. Короче, возьму ее, запрячу, потом заберу на обратном пути. Модель кофеварки CMEMN9922VK. Да ладно, в смысле? Thomas Moons, бренд нормальный, кожа. Thomas Moons. Это сумка для ноутбука. Жаль, что ноутбука внутри нет. О, она целая, застегивается. Вообще капец, ребят. Топовая сумка. Thomas Moons. Ну, это вроде бы как кожа. Выглядит солидно. Вот это возьмем на продажу. Ого! Сколько редиски, ребят! Редисочки сколько! Ее можно в землю посадить, она вырастет. Нихера себе. Это тупо редиска на рассаду. О! Нифига себе! Летающие шары! Ребята, обалдеть! Кому-то 22 года исполнилось. Короче, ребят, эти шарики запускаю в честь всех тех, кому сейчас 22 года исполнилось. Яйца эти оторву. Смотрите, как полетели. Балдеж! Мини-бананы, ребят! Мини-ки, бананы, мини! Обалдеть! Мне кажется, некоторые из вас такие даже никого в жизни бананы не пробовали. А меня вот помоечка балует. О, тут кольцевая лампа была. Найти бы такую. А? Ты всегда видео выложишь, и так, ну, это, тикток. Да! Орешки! Ребятки в баночке грецкие. Вот это очень полезно для мужчин. О! Коля! Кроссовок! Тайм-джамп! Шляпа с рынка, походу. Смэк-мэд! Алло, дефлоу! Смэк-мэд! Это вынос с хаты, Коль. Вообще помойка интересная. Вот тут вот. Колян, смотри. Какой-то чехольчик от чего-то. Наверное, от зажигалки. Отложу пока, вдруг зажигалку найду. Эластичный бинт. Так, не надо мне. О! Фломастеры. Тут такой чехольчик. Что-то складывать. Возьму его. О, обложка на паспорт. Офигеть, целая. Тоже заберу. Так. Всякое мыльное, рыльное. Алоэ. Что это? Жидкость для снятия лака. Вот это мне надо. Полбутылки. Карта ленты. О! Вот это тоже надо. На ней баллы могут быть. О! Заколки, ребят. Смотрите, новые. Обалдеть. Тоже беру. Шоколадка. Остатки шоколадки. Ммм, Фереро Роше, ребят. Обалдеть. Обалденное. Коль, будешь шоколад хороший? Ммм, градусник в коробочке электронный. О! Это ж чипсы, снеки со вкусом лука. До 22 года срок годности. Обалдеть. Что это такое? Баллончик медицинский, индивидуальный, с газовой смесью. Кислород. О! Мышь. Обалдеть. Мышь заводная. Ребят, она ездит и хвостом еще шевелит. Обалдеет. Это для моей кошки. Еще баллон с кислородом. Оу май! Стоп, подожди. Ты единорог, что ли, Коль? Вот это находка. Слышь, ну это надо забирать. Обалденная штука. С регулировкой вибрации. Нихера себе. Топовая тема. Берем. Это надо. А туда еще можно вставить что-то. Это нос единорога получается. О! Сумка какая-то. Какой шлепок милый. А где второй? О! А вот и второй. Ребятки. Они целенькие. Возьму на продажу. Целенькие. Милые такие. Вот еще две собачки. Тоже шлепки. Заберу. О! Нихера себе, Калян. Ты тут такое пропустил. Как так ты не заметил? Вот эту пушечку. Вот этот заряд. Топовейший заряд. Берем. Это дядю-нядя. О! Вынос хаты. Кальмарчики. Нифига себе. Кто-то не доел. Сметанка. О! Детские носки. Или чего это? Носки для собак. Это для твоей собачки. Носки для собак. Обалдеть, ребят. Ребят, мне кажется. Нет, мне не кажется. Обалдеть. Чувак, холодильник. Холодильник. И знаете, что самое интересное? То, что он с этим мотором. Обалдеть. Он с мотором. Нихера себе, ребят. Обалденный. Он даже с экраном с сенсорными кнопками. Ребят, топа современный холодильник. Обалдеть. Его даже помыли перед тем, как выкинуть. Охренеть. Интересно, его получится продать? Ну, он, наверное, поломался. Из-за этого его выкинули. Так. И что в нем могло поломаться? Допустим, вот здесь. Смотрите, все окислено. Вот эта штука. Наверное, она протекала из-за этого. Наверное, он просто не морозит. Так-то он работает по-любому, но не морозит. Мне кажется, блин, получится продать его за нормальные бабки. А тут, что за выставка? Обуви, одежды. Фила. Это с рынка. Шапочка какая-то. Примерз рюкзак вообще. Ну, тут детские вещи. Тут ничего такого классного нет. Ну, холодос, ребят, это топ находка вообще. Современный холодильник. Я первый раз такой холодильник нахожу. Надо забирать его, короче, этот холодильник. Сейчас буду как-то грузовое такси вызывать. Короче, ребят, решил все-таки вызвать доставку. Газель. Средний кузов. 2,60 в длину. Как раз холодильник этот примерно 2 метра точно войдет. Но цена, капец, 944 рубля. Ну, тут ехать, в принципе, немного. Интересно, окуплюсь я или нет? Надеюсь, что окуплюсь. Ребят, разорвал пакет. И смотрите, что в нем. Вот такие вот какие-то игрушки интересные. Внутри всякие пони, карандаш. Какие-то карточки. Вот здесь вообще вот такие штучки. Крутятся они. И карандаш тоже. А вот в этом котенке какие-то фишки. Адвентуры тайм написано. Это типа время приключений в переводе. Вот такие игрушки. Что за игрушки? О, еще вот такая игрушка. Лимон какой-то злой. О, это такая игра. Попадать надо в эти ямы. Сразу попал я, ребят. Прикольно. Все заберу. Вот эти вот все. Машинка подъехала. Сейчас загрузим холодос. Надеюсь, мы с него окупимся. Вот так вот как бы. Спасибо. Ух ты. Это же ночник такой, подсветка. О, настольная лампа. Колян. Как раз Коле нужна была настольная лампа, ребят. Ой, она чуть поломана. Коль, нужна тебе под ремонт она? Еще вот такой ночник есть. Но это шляпа. Понял. Это дерьмо, ребят. Такое вообще никто не купит. Очень плохое качество. Но было бы он целый и новый, я бы взял. Что тут? Опять все засрано в говне, ребят. Тупо выгрузили все говно с канализации в этот бак. Фу, воняет, жесть. А тут сытный памперс прилип. И пусто. Ничего нету. О, рамка от номера для машины. Целая, кстати. О, да ну нахер, чувак. Колонка JBL. Думаешь, оригинал? Что-то качество очень плохое. Не, не. Да ну какой оригинал? Паленая колонка. Вот тут еще динамик порван нафиг. А ну, может она работает? Сейчас попытаюсь включить. О, ребят, слышали звук? Наверное, она просто села полностью. По-любому я эту колонку заберу. Пусть она и не оригинальная, но по идее должна работать. Я, кстати, такую колонку купил. JBL Flip для розыгрыша. Так что не забывайте про участие в розыгрыше, ребят. Только у меня, естественно, оригинал. А это дешевая подделка вот эта. Так, сразу понял, что тортик есть. Я не знаю, как я это почувствовал. Но есть его очень опасно. А отравиться мне не особо хочется. Жить особо хочу, как бы. Бочонок. Зелененький. Пузатенький. Сытненький. Сытненький. Только сытный он на какие-то черные огромные мешки со стекловатой. Был бы у меня бы частный дом, да? Где были бы трубы. Вот эти штуки, это обалденные штуки. Это утеплитель для них. И тут его очень много. Он пусть и бушный, но так-то он же целый. Столько всего, блин, выкидывает полезного. Но было бы некуда это применить. Ванна стоит. Это джакузи. Сейчас, кстати, с горки на такой ванне кататься офигенно. Ребят, вот вам лайфхак. Если найдете такую ванну и есть горка, то берете на ней и скатываетесь с горки. Можно вдвоем кататься. Вообще бомба. Конечно, главное соблюдать технику безопасности. Одеть шлем, перчатки, амуницию. Так, а тут что-то в коробке тяжелое. Сметанник. Оу, ес, ребятки, сметанник. Дата выпуска 18 число. Сейчас вроде бы 22. Срок годности какой. Даже не написано ни хрена. Ну, короче, просроченный. Если бы мне было не ради кого жить, то я бы его съел. А так мне есть ради кого жить, поэтому не хочу травануться, педали откинуть. Жизнь все-таки одна, я тут переосмыслил. Что-то колянчик что-то нашел. Прибарахлиться, свитерок. Оу, кстати, мы такие уже находили. Они у меня начали. На тебе сейчас. О, коробка от Айкоса. Пустая. Трусики. Мужские, кстати, фило. На дате постирать можно. Ну, тут носки такое. Блин, ну хотя бы айфончик бы найти сегодня. Я их уже давно не находил, айфончики. Найти бы что-то, что было вообще в Арибьютифл. О, что это такое? Кусок свечи. Перчаточки. Вот это купят. Они целые. О, это же игрушка такая. Она на руку одевается, ребята, типа корова. Игрушка мягко набивная. На руку одевается. Смотрите, новая с биркой беру. Люди купили. В итоге не пригодилось. Выкинули шестиграник новый. О, а это уже топчик. Но он не крутится нормально. Спиннер. О, нифига себе, какой букет, ребят. Новогодний. С мандаринками. Только они стухли. Первый раз такое вижу. Классно придумали. О, фонарики. Скорее всего, они рабочие. Но хотя, возможно, даже заработают. Надо взять на проверку. Нихера себе. Чего это? Обалдеть, ребят. Дай гляну заднюю часть. Ай, блин, да ладно. Пустой вообще. Нихера нет внутри. Корпус шляпный. Знаешь, минус этого корпуса в том, что вот сюда вот большая видюха не влезет. Тут я уже на таком корпусе собирал комп. Мне пришлось вот это вот выпиливать, чтобы вставить видеокарту. Ну, а так бюджетную сборочку можно было бы на нем собрать. Такой корпус в интернете рублей 500. Даже рублей по 300 их продают по 500. Вот тут помоечка дарит гейминг. О, коврик для мышки. Неплохой, кстати. Z-Blade Gaming Black. Z-Blade. Его чисто помыть надо щёточкой. Всё. Чёрный целый он. Неплохой коврик. Надо забрать. Игровой коврик лишним не будет. О, нифига себе тут визиток. Полиматериал, топливные брикеты. Кто-то занимался этими брикетами. Но потом, видимо, бизнес прогорел. Ничего больше нету. О, детский шампунь-гель для волос и тела. Ну, там чуть-чуть. Вообще голяк. Принглс? Был когда-то? Видюха была. Затычка. О, там чуть-чуть остатки. Хочешь, Колян? Нет. Блин, мне неудобно просто с камерой. Там было побольше. Я бы полакомился. Принглс ван лав. Чувак! Несклик запечатанный. Ребят, слышите? Он запечатанный, полный. Обалдеть. А где срок годности? А вот. Прикинь. Он до 9-го числа 9-го месяца. Но он чуть-чуть просроченный. Да что ему там будет? Заберу. С молочком поем. Вот это балдеж. Охренеть. Ребят, вот представляете, люди ради защиты экологии копили эти батарейки, наверное, или в квартире, или где-то в подъезде. А по-моему, в итоге выкинули вот так вот в бак мусорный. А где логика-то? Их копят вот так и сдают специальное место на утилизацию. Бачки специальные для батареек. Но здесь, кстати, такого бачка нет. Я бы их туда высыпал сейчас. То есть неправильно, кардинально. Их надо копить и в специальные баки выкидывать. Но не в обычные. Потому что оно на свалку попадет. И загрязнит экологию. Я вот тут их поставлю. Думаю, дворники знают, что с этим делать. О, нифига себе, карта. Ребят, зацените. Какая-то старинная карта. Чуть потресканная. Где-то висела на стенке у кого-то. Пляник любили. Терри стрели гум. Генералис. Шляпа. О. Ванный день у кого-то был. О, в мешке что-то есть. Бытовой мусор, что ли? Шприц. Ой-ой-ой. Очки какие-то. Очень опасный пакет. Если там от шприца, то может и иголка валяться. Опасно, опасно. Не полезут. Ладно. О, нифига себе. Да ладно. А где ты нашел его? Обалдеть. Курьера хлопнул. Рюкзак-то новый вообще. Как новый. Целенький, ребят. Тупо рюкзачок Яндекс.Еды. Вот это балдеж, ребят. Реально. Прям вообще балдеж. Топовая тема. Посмотрите, что внутри. Рюкзака Яндекс.Еды. Это термосумка такая как бы. Тут есть деление на две части. Вот такая штука. Внутри, кстати, перчаточки. Новые вроде. Футболочка. Яндекс.Еды. Вот такая вот. Размер М. Кстати, на нас подойдет. Вообще новая. И тут я вижу ветровку. Вот еще одна пара перчаток. И ветровочка, ребят. Фирменная. Новая. Обалдеть. Смотрите. Яндекс.Еда. Светоотражающая. Новая. Вот. Охренеть. Вообще не грязная нигде. Тупо целый комплект. Вот этот рюкзак. С вот этой курточкой. С футболочкой. В этом комплекте можно продать в интернете. Тысячи за три. Вообще спокойно. А, тут еще сбоку карман. Там ничего нет. Но это круто, ребят. Он закрывается целенький. И вот тут еще один карман. Знаешь, они все эти накладные всякие запихивают. Туда даже можно вообще ноутбук засудить. Ребят, топ находка реально. Подошли к следующей кормилице. У ребятки. Колян уже в обновочке. С новеньким рюкзачком. В который можно находки складывать. Он очень вместительный. Опа. Коля. Коля. Нихера себе. Фонарик классный. Он светит. Ребят. Синьи. Фонарик вот такой. Вдаль светит хорошо. Рабочий прям. HDMI кабель. Че еще тут есть. Медный провод. Вот тут какая-то обувь. Кожаная вроде. Камали. Бренд Камали. Ну подушатанные они конечно. Не купят это Камали. Вот еще макосины. Тоже ушатанные. О. Нифига себе. Чемпион. Чемпион. Да ну. Коля. Тупо. Спортивки классные. Ребят. Бренд Чемпион. О. Нифига себе. У кого-то машина есть. Инфинити. Смотрите. Инфинити. Обалдеть. То есть кто-то машину Инфинити купил. А ему вот. В подарок видимо вот такой вот. Такую вот сумочку дали. Инфинити. О. Это Роба что ли. Ребят. Тупо Роба. Рабочего Роба. Это вот строитель какой-то выкинул видимо. Роба. Уникорн. Уникорн. Фирма какая-то. Но она грязная кстати. В какой-то краске. Штаны тут еще походу. Ну да. Штаны от этой Робы. Ну то есть целый комплект Робы. Штаны и куртка. И обувь. Кстати. Вот это топчик. Обувь зимняя. Усиленная такая. Броневая. 45 размер кстати. Ну это на меня. Целые ботинки. Тут еще носок. Тут вот. Как бы ударопрочный. Он защищает ногу. И вот еще какие-то кроссовки. Ну с Алиэкспресса. Очень легкие. Шляпа по качеству. 46 размер. Ну кстати это на Диму. Забираю. И кроссовки и ботинки. О. Нихера себе блин. Сегодня вспоминали про кольцевую лампу. То что блин. Коляну нужна кольцевая лампа. И вот он ее нашел. Кольцевой свет. Набор блогерский. Колян. Может теперь это канал создавать на ютюбе. Или в тиктоке. Коля там вошел в кураж. Я смотрю. О. Медный кабель. Мешок. Смотрю. Тут очень много кассет. Короче. Вы нас с хаты. О. Нихера себе. Это что такое? Ребят. Зацените. Сколько кассет. Конверсы. Батет. Онэстар. Ребят. Очень много кассет. Которые называются. Батет. Онэстар. Там какая-то музыка. Наверное. Для фанатов конверсов. О. Какая-то коробка. Старбокс. Сишки были наверное тоже. Кто знает из вас. Что это за группа. Кто ее слушал. Напишите в комментариях. Что это за музон такой. А я их заберу по-любому. Их тут очень много. Может они очень редкие вообще. Обалдеть ребят. Я не ожидал такого. И поэтому не снимал. Мы нашли тут целую сумку с кока-колой. Замерзшая она. Но не вся кстати. Вот эти. Вот эта бутылка не замерзла. Вот это обалденный подарок. К новому году нам. Мы будем пыть кока-колу. Обалдеть ребят. Вот кока-кола она дарит новый год. Точнее помоечка. Опа. О май. О май. Эй стоп. Стой. Да блин за хуй. Чувак. Чувак чехол. Аирподс про. Все себе по наушникам нашли. И чехол я себе нашел. О это лампочка классная. Это лампочка дискотека. О мышка. Обалдеть. Вот это подарки. Вот это на новый год мне. Обалдеть. Еще кабель. Мужики живем. Зарплату собираем себе. Так. Все. Проверяю свой. Это чехол. Это понятно. Аирподс про. В смысле вынос? Да. Коробка-то пустая. Ни хера в ней нет. Вот лолька лампочку. Вот эту мы нашли в этом выносе. Тут мышка когда-то была. У Димы тоже в этой коробке ничего нет. Я расстроен. Я уж думал на новый год порадую себя подарками с помоечки. Электроникой. Подбегаем к очередной помоечке. Мне даже ребят тяжело говорить из-за холода. Камера вся запотела. Она вся в пару. О. Ощечки. С перилизационным фильтром они видите синие. Это от станка ручка. Жидкая. Обалдеть. Оно полное почти. Это кондиционер для волос. Бэй 3. 13 на 3. Ну это красить. Кондиционер. О. Ой. 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 Это. Ой. Оно стреляет. Да я ж просто хотел вот так закрыть. Да я сейчас тебя вытру, Калян. Не переживай. Тут есть тряпочки. Похожие на спермики. О. Всё. Как новенький. Смотри. Ля. Ребят. От такой находки вы сейчас охренеете. Потому что я сам охренел. Дима уже увидел, жжёт и офигевает. Вы поняли, что это пацаны? Это вот отсюда пахнет так. Вот батла. Кто-то дома выращивает. Охренеть. Кусты какие огромные были. И вон ещё дерево. Вот. Вот это всё оно, ребята. Офигеть. Да. Чё в помойке только не найдёшь. Помойка дарит хорошее настроение. Я думаю, здесь что-то будет, пацаны. Чувствую. Уже чувствую. Ой-ёй-ёй. А ну. Ну ладно, пацаны. Успокаиваемся. Делимся. Ого. Это же это. Инструмент. Ключи. Обалдеть. Нож. Дай гляну. Охренеть, ребят. Выкидуха топовая. Ножичек. Defender. COVID-UPS Russia. Это, наверное, армейский с открывашкой для пива. О. Вот эта штука для обуви. Сюда скидываем находки. Вот тут что-то тяжёлое. Это угли для кальяна. Обалдеть. Целая коробка. Неплохо так фортануло нам. О. Нифига себе ключей сколько, ребят. Фиджет спиннер. О. Шестигранник. Два ключа. Ещё шестигранник. Ножницы. Ключ шестигранник. Что это? Оно там. А что это такое? Ёпты, это андроид скайнет. Это ТВ приставочка маленькая. Смотрите, HDMI. Она очень дорогая. Дорогая? Да. Вот что там в комплекте? Ребят, пульт, блок питания. Всё в комплекте к этой ТВ приставке. Модель ТВ приставки Твип S-Box V530. Медиацентр Твип. Стоит, наверное, тысяч пять, может, четыре. Так, что у меня тут в коробке? Это вообще что? Пижама? Что это такое? Ну, вот это молокоотсос, я думаю, это для головки. А вот это вот делать с этих горячие бутерброды. Обалдеть. Классная штука. Стоит она, наверное, 500 рублей в интернете. Вот это классная подушка. Чего? Неоновая вывеска, где бар написано. Ребят, тупо неоновая вывеска с блоком питания. Надеюсь, она рабочая. Обалденная тема. У меня в гараже подобное есть, но мне на заказ сделали. Это тоже классная подушка вот эта. Спать на ней очень удобно на такой подушке. Обалденная подуха, ребят. Я её заберу. К ней я тут видел вот чехлы. Это чехлы для этой подушки. Обалдеть, новые. Ребят, подушка классная. Спать на ней буду. Это, наверное, для сна или детская подушка. Но очень обалденная она. Аккуратно по подушке. Какая камера? Дай гляну, обалдеть. Аккуратно. Нифига себе. Камера эта ещё старая на кассетах. Видеокамера вот такая Sony, ребят. И там диски. О, зарядная станция для аккумуляторов для вейпа. Обалденная. Ни-те-коре. Камера. Дай гляну. Да дай гляну. Это Рэкса? Обалдеть, ребята. Какой огромный вейп. Охренеть. Это от неё коробка. Это от неё коробка, я же сказал. Это Рэкса. Реолиауф Рэкс 2х3. Обалдеть, ребят. Так, попытаюсь включить эту камеру. Ну, она, естественно, села. Но, ребят, она коллекционная. Очень старая. С оригинальным ремешком. С экранчиком. Ух ты. Прикольно. Можно себя снимать. А вейп, кстати, он работает. Включается. О, он работает. Чего? Дай гляну. Охренеть. С зарядкой? Жесть, ребят. Я в шоке. Это мужик выкинул. Там жижа для вейпа есть. Ребят. Тупо вейпутает рабочий. Вейп. Ребят, там писюн. Там картинка писюна. Он, короче, взят и прошит. Он перепрошит, короче. Айпад целый. Вообще экран целый. Жижка. Ну, там нормально так её осталось. Айпад вообще целый экран у него. Только вот тут какое-то пятнышко. Айпад на 16 гигов. Это старый Айпад. О, дрипка баг. Дай гляну. Ребят, дрипка баг. Аря. Вроде бы. Смоковский баг. Жесть. Круто. Топ, ребят. Дрипка топовая. Планшет. Это мы, короче, в гараж придём. Проверим планшет. Он рабочий. И камеру попытаемся зарядить. А, там зарядки ж нет в комплекте к ней. Есть. Где она? Ну, как вы видите, ребят, находки топ. Тут даже есть трудовая книжка. Блок питания оригинальный от Эппл. Камера ещё в чехле. Так это ёлка. А ну дай-ка глянуть. Это топовая ёлка. Охренеть. С шишками. Нифига себе. Помойка дарит новогоднюю атмосферу. Классная ёлка искусственная. С шишечками. Коль, подай остальное всё. Ёлку эту подай. Там и подставка, да, есть. Это вот. Собрать можно ёлку обалденную. Ещё мы нашли вот такой пылесос Samsung на 1800 ватт. Но в комплекте нет шланга. А без шланга его никто не купит. Придётся выдрать из него вот этот медный провод, который очень, кстати, длинный. Это классная медь. Жалко пылесос, конечно. Ну а чё? Придётся вырывать. Не-не-не. Включать голову, Дим, надо. Вот так берёшь, заматываешь. А теперь берём вот так пылесос, наматываем. И вот так вот, оп, и всё. Ну вот. И целая ёлка, кстати, большая, такая топовая. Где подставку только найти? Подставку не выкинули. Сейчас буду искать подставку, надеюсь, найду. Мы в гараже. И посмотрите, ребят, вывеска работает. Неоновая, обалденная вывеска. Правда, у нас тут не бар, конечно, но всё равно круто. Айпад подключил к зарядке. Он нифига не включается, но он, скорее всего, рабочий, но запаролен. И в нём 100% дохлый аккумулятор. Индикация заряда есть, но айпад не включается. Потому что в нём нужно менять аккумулятор. Это айпад второго поколения на 16 гигов. Пойдёт как бы на халяву и уксус сладкий. Вот эта штука работает. Это low-fat гриль. Ну, короче, в нём можно делать горячие бутерброды или жарить мясо. Вейп, ребят, вот эта пушка. Топовая находка, он рабочий. В комплекте с ним вот такой бак на испарителях. И ещё есть бак дрипка. Ну, кто вейп хоть раз юзал, тот поймёт, что такое дрипка. В комплекте даже есть всякие запасные детали. И также есть ещё коробка от бака, где есть запасное стекло целое и ремкомплекты, всякие резиночки, вата. Вот вата тоже для вейпа меняется. Жижа для вейпа арбузная. И ещё к моду есть вот такая вот новая крышка. Сейчас вейп на трёх аккумуляторах. Но если снять вот эту крышку, можно сделать так, что он будет на двух аккумуляторах. Вот эту крышку просто крепишь. И всё, он из трёх аккумуляторов делается на два. Давай-ка. Хорошенькая. Внутри рюкзак, чувак. Внутри-то рюкзак капа. Вообще новый. С бирочкой, ребят. Сделано во Вьетнаме. Это оригинальный рюкзак капа. Фига себе. Что это такое? Детские какие-то часы, браслет. Ооо, смазочка, ребятки. Смазочка Durex Play. Это мне надо, это для пениса. Джул, ребят. Это же подик такой маленький. Типа одноразка. Тесно работает он, нет. Он как новый на вид. Опа. Я смотрю, тут кто-то нам рис оставил. А, нет, это запечатанный сахар, ребят. Целая пачка. Заберём. Элитный чайник. Вот от него подставка. А, подставка с регулировкой температуры чайник. Сковородочка. О, Оле что-то есть. О, это новые крышки на рынок. О, доширак. Вермишель. Лента, груба гречневая. В пакетах обалденная. Берём. О, доширак. Вот это надо, да. Это пюрешечка. Картофель. Гречечка, ребят. Доширак. Картофельное пюре. Вермишель. И пачка сахара. Обалдеть. Вот это набор. Это целый день можно на этом прожить. А сахара хватит вообще надолго. Ох. Ох. Чуваки, это с пекарни. Чувак, это два пакета булок. Аккуратно. Ребят, охренеть. Это с пекарни всё выкинул. Оно свежее, мягкое. Пончики, булки. Смотри. Что? Так они пустые. Обалдеть. Вот это мы булок наедимся, ребят. Смотрите, какое топовое пюрежное. Оно в белом шоколаде. Обалдеть. Оно всё свежее, мягкое. Держи. Это точно заберём. И во втором пакете тоже булки. Ой-ой-ой. Попробуй, как тебе? Можно? Да, конечно. Вкусно? Я нормально? Да, главное, не этими брать. В пакете, да, вот так. Перчатки же грязные у вас. Вкусно? Обалдеть. Вот помойка кормит не только нас, но и всех, кто нуждается. Ой, ребят, я не смог устоять перед этими булочками. Ммм, мягчайшие. С чоколадом. Обалдеть. Вот как будто в пекарню сходил и купил там. Тут гущёнка настоящая. Прям натуральная. Помойка кормит, ребят, свежими булками. Я в шоке. Ставьте за это лайк, ребят. Рыбитушечки, пора анонсировать самый легендарный розыгрыш на моём канале. Я, ребят, для вас подготовил очень топовые подарки. Сейчас вы их увидите. Вот они, призы, ребят. Вот компьютер, техника. Всё здесь. Вот тут стикеры. Ля какие. Здесь техника. Всё здесь разбросано. Итак, первое призовое место. Это новенький вот такой вот синий 13-й айфон на 128 гигов. Запечатанный. Брал в м-видео. Всё за свои бабки. Второе призовое место. Это вот такой вот компьютактер. Где приклеена наклеечка штребух. Он вот такой вот кастомный, с подсветочкой. Это средний компьютер по характеристикам. Потянет кс-очку, доту там. Ну, все такие нетребовательные современные игры. Короче, средний бюджетный компьютер. Прислал мне этот компьютактер Олег из Москвы. Обязательным условием в розыгрыше вообще в этом. Подписаться на его канал. Ссылка в описании. На третье призовое место улетает вот эта колонка. JBL Charge 5. Которая стоит почти 15 тысяч рублей. Топовая колонка. Естественно, запечатанная. Топчик, ребят, обалденная. Себе бы такую оставил. Четвертое призовое место. Это вот такие вот новые HyperX наушнички в коробочке. Балдежные, ребят. Четвертое призовое место. Это HyperX клавиатура с подсветочкой. У меня, кстати, вот такая же. Очень маленькая. Она компактненькая и обалденная. Шестое призовое место. Это вот такая вот мышка компудактерная HyperX с подсветочкой. Балдежная, ребят. Седьмое призовое место. Это вот такой вот новенький набор от фирмы Defender. Клавиатура с подсветочкой. Там, по идее, еще, наверное, коврик есть. И компьютерная мышка. А на восьмое место полетит вот эта вот мышечка с подсветочкой. И вот такой вот USB хаб на 4 порта от фирмы HOKU. Все это новое, ребят. Просто кайф. Ну и на последние 5 призовых мест полетят вот такие вот балдежные. Умная лампочка Яндекса лампочки с подсветкой. Это RGB лампы, которые мне очень нравятся. У меня дома таких уже две. Вот одна и там вторая. Посмотрите, как они светятся. Вот сиреневая, видите. И тут голубая. И все это настраивается через смартфон. Обалденный, как я считаю, подарок. Также в комплект к этим лампочкам идут вот такие вот наборы стикеров, которые я сегодня распечатал в последний день. Потому что я дебил. Надо было это все раньше делать. Это стикеры со мной, связанные с моим каналом. Вот балдежные стикеры. И это пойдет вот так вот, как бы с лампочкой. И плюс к этому всему пойдут еще футболки, которые мне до сих пор не сделали. Но 3 января 2021 года мне их пришлют. Вот эти футболочки. Пока у меня их на руках нет, но они уже печатаются. Из-за печати 10 футболок я отдал 32 тысячи рублей. Короче, капец дорого. Короче, братва, самое главное, это условия розыгрыша. Они предельно простые. Написать комментарий под этим видео, подписаться на мой канал, подписаться на канал спонсора и подписаться на мой лайв-канал. И самое главное, чтобы у нас не было такой херни, как в прошлом розыгрыше, вам нужно обязательно во вкладке о канале, у вас у всех по-любому же есть каналы на ютубе, да, вам надо в описании своего канала вставить ссылку для связи. Не в комментарии писать. Как я раньше говорил, там типа пишите ники. Но ютуб это все банит. Нельзя даже ники писать. Нужно именно у вас на вашем канале на ютубе добавить во вкладку о канале ссылку на вашу соцсеть. Инстаграм, ВК, Фейсбук, вообще без разницы. Самое главное, это сделайте. Потому что если вы это не сделаете, я не смогу с вами связаться. Все, всех с наступающим Новым Годом. Всем здоровья, добра, счастья, тепла и офигенной удачи по жизни. Вот, помойка кормит. А, и кстати, вот чек. Смартфон iPhone 13, колоночка 13 тысяч, клавиатура, наушники, игровая мышка, умный свет Яндекса. И вот общая сумма, 119 тысяч. Короче, кто не понял, что надо делать, в описании я все расписал. Зайдите в описание видео, там все написано, на что нужно подписаться и что нужно сделать. Вот так.